Древний майя Не только с точки зрения той темы, которая здесь представлена, и вообще буду откровенен, поскольку наработок у нас уже очень много по этой теме, и было, и есть, и будет, я очень надеюсь, что продуктивная работа на этом семинаре также приведет к каким-то прекрасным инсайтам, потому что, конечно, когда собираются майянисты и обсуждают все это, а потом к ним подключаются еще специалисты по всем другим, каким-то, в каких-то других областях, то это всегда очень-очень продуктивно. И несмотря на то, что заявленная тема звучит как религия Древних майя, и казалось бы, в общем, все, но на самом деле, конечно же, это с точки зрения самих Древних майя, это может быть, в общем-то, расширено до таких понятий, как религия, как мифология и как ритуальная деятельность, естественно. Дело в том, что, ну, я думаю, что, в принципе, у многих древних культур это все идет неразрывно, Древний майя в данном случае не исключение, вот, и, конечно же, спектр тем, которые мы планируем рассмотреть, и с которыми мы планируем внимательно, соответственно, с которыми мы планируем работать, он будет достаточно широкий. И про религию Древних майя говорить, с одной стороны, страшно интересно, а с другой стороны, трудновато, потому что, конечно, те данные, которые мы имеем, они очень разрознены. То есть, фактически, все источники, которые у нас есть, да, это в основном какие-то второстепенные источники. Когда мы говорим про религию, да, и особенно древних каких-то культур, то, конечно, в первую очередь мы, ну, там, типа, например, сравнивая, не знаю, с Древней Грецией, ну, как бы самый такой яркий, наверное, пример, да, мы думаем о таком понятии, как пантеон, вот, о божествах, о том, как они там, соответственно, о мифологии с ними связанные, да. И вот у Древних майя ситуация, конечно же, немножечко более сложная и запутанная, да, то есть такого понятия, как пантеон, мы на самом деле применить сюда не можем, потому что божеств было слишком много, и даже когда это были божества, ну, например, там, я не знаю, там один из самых знаменитых богов Чак, да, бог дождя, вот, и мы понимаем, что не было, никто просто Чаку не поклонялся. Вот я даже сейчас вам показываю панельку, на которой, соответственно, у нас присутствуют имена трех богов-покровителей древнего города Сак-Никте, современный археологический памятник Лакарона, вот, и у них было два бога-покровителя, одного звали Кан-Чак, а другого Яш-Вая-Чак, то есть у них, даже у них вот уже сразу было два бога-покровителя, которые были связаны с Чаком, точнее, были разные постащи этого бога. Поэтому, то есть, конечно же, нам наше образование, да, и наше вообще знание о культуре и о религии и так далее, мы хотим все равно выстроить эту систему, мы попытаемся ее сделать, более того, это даже будет занятие в самом конце, задание, которое я вам дам на следующий раз, да, оно будет непосредственно с этим связано, да, мы будем с вами играть в полу-шельхоса, вот, и отправимся в самое начало XX века, вот, и будем стараться так или иначе повести это в какую-то систему, вот, но самое главное, что можно сказать, то есть, конечно же, когда мы так или иначе рассуждаем про какую бы то ни было тему, то нам нужно познакомиться с теми источниками, с которыми, которые нам об этом могут говорить, да, и И в данном случае этих источников много, я бы даже сказал, что практически каждый надпись древних майя может раскрыть какую-то ту или иную деталь заявленной темы, связанной с религией, с мифологией там и так далее, да, потому что сама письменность в том числе, она пропитана огромным количеством, соответственно, и мифологичности, и религиозности в какой-то степени, да, и так далее. Конечно же, мы вот с Альберт Шадчем, мы подумали о том, что, ну, разумеется, многие из вас слышали о том, что, например, когда мы хотим поговорить там про религию и мифологию древних майя, то мы будем читать там Попу-Львух, знаменитый эпос, да, Майя Кичер. Но мы как раз подумали о том, что в первую очередь будем отталкиваться именно от иероглифов. Мы хотим именно древних майя, и мы хотим именно понять, что было, что мы можем вытащить из этих самых иероглифических текстов. И по понятным причинам, прежде чем лезть в иероглифический текст, нужно понять, что такое иероглифический текст и что такое иероглифическое письмо из древних майя, поэтому сейчас будет небольшой экскурс в то, с чем нам придется столкнуться. Ну, собственно говоря, вы видите, вот, например, вот сейчас вы уже видите слайд, да, ну, часть семинара, которые с эпиграфикой так или иначе сталкивались, да, они прекрасно понимают, что это панель один из археологического памятника Лакарона. Вот, и, собственно, вот все, что здесь вмещается вот в эти условные е-клеточки, да, это все иероглифы, да, и это все текст, и это текст, который мы можем прочитать, мы можем его понять, мы можем его перевести, и, ну, в первую очередь, конечно, чаще всего мы будем работать с прорисовками этих текстов, да, вот это, в данном случае, выполнено американским исследователем Дэвидом Стюартом, вот, и, когда перед нами находится древний текст, да, и специалист, который может вас ввести в это, да, то есть, соответственно, нам хочется узнать, а, собственно, как это читать, да, как вот в первую очередь, даже не то, что как это переводится, о чем тут написано, а вообще, как это, то есть, какой первый, какой второй, да, и мы всегда помним одно, главный принцип любого текста лимфического мая, да, это вот такой принцип чтения, да, мы читаем в столбик по два иероглифа, то есть, у нас идет А1, В1, А2, В2, А3, В3 и так далее, да, тогда, когда, это тогда, когда у нас есть вот эта определенная семечка, да, когда, соответственно, у нас иероглифы записаны в строчку, как вот здесь вот, то они идут всегда слева направо, когда в столбик, то они идут сверху вниз. Этот вообще принцип, ну, то есть, опять же, я вынужден все равно это сказать, что этот принцип, он соблюдается вообще и в письме мая вообще, даже в рамках одного иероглифического блока, то есть, более левый знак всегда читается раньше, чем более правый, да, и более верхний всегда читается раньше, чем более нижний, да, и комбинация этих знаков, то есть, каждый этот иероглифический блок, это не один иероглиф, это несколько иероглифов, это их комбинация, и порядок чтения внутри блока тоже очень, соответственно, важно. И тут мы уже переходим к непосредственно самой письменности, да, и нужно сказать несколько слов о том, что это, собственно говоря, за письменность, И она, как Юрий Валентинович, собственно, не только он, конечно же, но моего было отдельно все равно рассматривать это. Он определил, что письменно-тироглифическое, то есть по сути своей такая же, как письменно-китайское, как письменно-египетское. И система письма-словесно-слоговая, подразумевающая две основные категории знаков, которые могут здесь встречаться. Это так называемые логограммы или знаки-слова. В данном случае чисто просто для визуального сравнения я вам показываю в процентном соотношении, сколько у нас может быть знаков-логограмм. Что такое знак-слова? Это когда у вас изображаемое непосредственно должно передавать конкретное слово. И очень часто оно, зачастую мы можем понять, что это, хотя есть примеры, когда мы этого понять как раз не можем. Естественно, в письменности древних майя существует огромное количество так называемых холографов, то есть когда у вас несколько знаков могут иметь одно и то же чтение. И вот для примера вам, соответственно, логограмма или знак-слова Ахау-царь. И у нас есть как минимум три, на самом деле, больше вариантов этой логограммы. Центральная она понятнее всего, потому что мы знаем, что цари, они изображались и вообще они носили белые повязки, которые были, в общем-то, фактически коронами у древних майя. И вот она, эта повязка, она вот здесь изображена. И, в общем-то, здесь, если мы посмотрим на правый вариант, то тут у нас гриф, птичка-гриф, но она тоже в повязке. И поэтому, в общем, формально все, на что мы можем надеть повязку, это будет у нас знак Ахау. Но при этом и здесь мы как раз можем это распознать, но при этом есть, конечно, абстрактные варианты знаков, с ними сложнее, это уже знаки, которые преобразовались со временем. И если когда-то, допустим, этот код был понятен для кого-то из древних майя, то сейчас многие такие знаки, от нас их значение, их первоначальное, соответственно, какое-то воплощение, оно от нас ускользает. Ну и, конечно же, знаки-слоги силбограммы, которые есть в большом количестве у древних майя, это те знаки, которые уже потеряли свое какое-то, то есть когда-то они вполне могли быть и были логограммами, то есть когда-то, я не знаю, грызунчик, который вполне себе различим, он мог изображать какое-то конкретное слово, а потом он превратился в слоговой знак хи, ну как вот здесь в том случае происходит. То есть знаки-слоги, это знаки, которые сохраняют исключительно свое фонетическое качество, то есть они читаются, но уже потеряли какое-то свое первоначальное значение. И, конечно же, помогают нам, именно слоговые знаки помогают нам нормально продолжать, соответственно, процесс прочтения этих текстов, потому что, соответственно, когда у нас какие-то логографические знаки могут быть не расшифрованы, то, естественно, с помощью слоговых знаков это в перспективе становится возможным, когда мы видим какого-то разного рода субституции. Ну, опять же, это так, не могу сказать, что мы будем работать с таблицей слоговых знаков, вот так она выглядит перед вами, вы видите, что она достаточно плотно заполнена, хотя в некоторых случаях есть много знаков вопросов, в некоторых случаях есть пустые клеточки, то есть знак до сих пор непонятно, как не нашли слоговой знак с этим значением, и так далее, вот, но таблица слоговых знаков, да, она для эпиграфистов является номером один того, что надо запомнить, как оно выглядит. Конечно же, будет у нас, когда мы будем анализировать там календарную информацию и так далее, мы будем иметь большое, будем иметь дело с большим количеством цифр, вот, и в этом смысле у древних майя все было, ну, в какой-то степени довольно четко, да, то есть у нас есть система палочек и точек, так называемая, которые обозначают две категории, да, то есть одна точка – это единица, одна палочка – это пятерка, и их, соответственно, сочетание, оно передает разные цифры от 1 до 19, да, здесь также встречаются вот такие вот значки, такие дужечки небольшие, это так называемый знак-заполнитель, да, который сам по себе не читается, он просто заполняет место, чтобы вот этой точке, условно, не было одиноко вот тут на этой палочке, да, и вот они, соответственно, древний майя ставили по краям вот такие вот филлеры, вот, ну, то есть, условно, мы видим две палочки – это 10, 5 плюс 5, 3 точки – это 3, соответственно, цифра 13. Ну, вот здесь как раз совершенно потрясающая история, которая непосредственно связана с нашей темой, да, потому что, конечно же, как я уже сказал, в письме Стидре Микмайя существует большое количество аллографов, и цифры могут быть изображены сверхъестественными головами, ну, с помощью, соответственно, воплощения сверхъестественных голов, это очень, на них хорошо и довольно быстро стали понятны, эти головы, они встречаются достаточно часто, но поскольку, да, соответственно, у нас есть возможность в том или ином виде считать хронологию того или иного текста, да, если вдруг какая-то голова там может быть не определена, мы все равно посредством уже математических вычислений можем совершенно спокойно определить, что это была за цифрой. Почему это связано непосредственно с нашей темой, да, потому что все эти головы – это головы божеств, и это очень любопытно, да, то есть до конца непонятно, почему та или иная голова была, соответственно, отвечала за конкретную цифру. Более того, здесь любопытный момент заключается в том, что этих цифр, их всего 13, я имею в виду именно голов, их всего 13, если мы будем учитывать ноль, а вот это вот последнее, соответственно, то, что вы видите, этот цветочек, это вообще слоговой знак ми, он передает слово мих, ничего или ничто, и является таким вот аналогом нуля в иероглипическом мае, да, и вот начиная с него и до цифры 12, это головы разных божеств, ну, там, ну, не знаю, условно для примера, там, молодой бог Маиса, с двойкой посложнее, тройка – бог Вета, четверка – бог Солнца, пятерка – это, скорее всего, бог, который узнал лицам Чан Тун, который, там, в общем, отвечал за то, чтобы, ну, судно по всему, отвечал за то, чтобы держать этот мир на своих плечах, вот. Кто-то из шести или семи – это бог Чувах, или так называемый подземный, ягварий – бог подземного мира, скорее всего, семерка, потому что шестерка от семерки зачастую отличается тем, что у него в глазу топорик, да, и мы вот это не очень хорошо понимаем. Восьмерка – это бог Маиса, только уже не молодой бог Маиса, а, скажем так, более возрастной бог Маиса, назовем его так, это два разных слова для разных видов кукурузы или початков. Вот. И девятка – это был один из близнецов, соответственно, божественных близнецов, которые как раз встречаются у нас в Попульвухе, да, там были близнецы Хунахау и Яшбалам, или Хунаху и Яшбаламки, там, как они называются. Вот это вот близнец, который Яшбалам, который Яшбалам. Десятка – это бог смерти, это очень хорошо видно, это черепулька, да, и одиннадцать-двенадцать – это, я думаю, категория божественная, которая называется земные боги и небесные боги, вот. Так вот, собственно, наверное, тот вопрос, который может возникнуть, а что же происходит дальше? А дальше происходит ровно то, что у нас очень часто встречается, там, не знаю, там, ну, не в письменностях, может быть, ну, как минимум в языках, там, я не знаю, в английском языке, если у нас для слова одиннадцать есть слово левен, для слова тринадцать – двенадцать, то тринадцать начинается с сочетания thirteenth, то есть three ten, да, то есть три десять, и здесь мы видим, на самом деле, голову всего того же бога ветра, который у нас для тройки, да, только у него костяная челюсть, то есть, грубо говоря, у него элемент бога смерти, то есть десятки, и, в общем-то, это сочетание, оно действует так и до девятнадцати, да, то есть бог солнца в сочетании с богом смерти, да, вот этот вот Ицанч Антон в сочетании с богом смерти и так далее, вот, то есть это такая уникальная в этом смысле штука, ну, про это любопытно рассуждать, особенно, конечно, любопытно рассуждать о том, почему за ту или иную цифру отвечает там то или иное божество, вот, и сразу оговорюсь, что конкретного ответа на это нет, но тема, так или иначе, все равно, очень в этом смысле интересная, вот, и идем дальше по знакам с цифрами, я думаю, что более-менее понятно, и мы, так или иначе, все равно будем, я говорю, когда календарная тема проходить, будем с ними работать, вот, вот, но, соответственно, есть еще отдельная категория диакритические знаки, ну, мы не очень пока определяемся терминологией, являются ли они диакритическими, не являются, вот, то есть диакритические знаки, это то, что там, кирильцы наши, да, там, две точки, и над ее, и галточка над и краткой, да, то есть это знаки, которые сами по себе не читаются, но при добавлении к известному знаку меняют его чтение, да, или, соответственно, вид изменяют, да, как-то, вот у нас есть как минимум две категории, ну, их может быть, на самом деле, и больше, но я скажу про две категории этих таких знаков, да, это такой знаменитый картушь дня по 260-дневному календарю, вот, и, то есть, если у нас какой-то знак имеет отдельное чтение, например, вот этот х, вода, да, то при добавлении в этот картушь дня он может это чтение изменить, да, то есть у нас, правда, мы в данном случае не очень понимаем, как читается этот день, но вроде бы как точно не пода, вот, и другой такой интересный знак, это знак удвоения, это маленькие две точечки, да, надо, рядом с каким-то знаком, и любопытно, что он работает по-разному, в зависимости от того, к какому знаку он добавляется, да, то есть мы видим, что если он добавляется к слоговому знаку, то этот слоговой знак надо прочитать дважды, а бывает так, что он добавляется к логограмме, как вот в данном примере у нас логограмма карк, огонь, вот, и рядом с ним эти две точки, как раз конкретно с этой логограммой часто встречаются, вот, вот, и вот существует такое предположение вполне адекватное, и это не только с огнем, это с разными другими логограммами тоже, да, существует предположение, что вот этот знак удвоения означает, что эту логограмму можно записать двумя одинаковыми словами. Вот, ну, здесь я, наверное, сильно остановиться не буду, я просто хотел сказать, что да, жизнь будет категорически непроста, потому что, особенно тем, кто будет пытаться читать именно иероглифы, да, потому что в мае существовала очень такая запутанная система лигатур, вот, в данном случае вот выражение чун-тун можно записать вот всеми этими четырьмя способами, по-разному соединяя и, соответственно, писывая эти знаки друг к другу, да, ну, или, например, вот тоже знаменитые вот примеры, когда у нас есть там название какого-то царства, как в данном случае, да, кануль, и у нас есть логограмм Ахау, царь, да, и когда мы можем просто на... кануль означает место, где летают змеи, и главный знак здесь будет голова змеи, и вот если мы на эту змейку наденем, ну, соответственно, повязку от Ахава, то это будет кануль Ахав, да, то есть вот такая система лигатур существует, да, ну, и там и совсем бешеные примеры, и мы не будем, наверное, на этом долгое показываться, просто скажу, что, помимо всего прочего, жизнь для эпиграфистов зачастую усложняется и вот такими иероглифами, это все иероглифы, это так называемые полнофигурные знаки, в которых знаки переданы не только в виде там каких-то абстрактных там воплощений, да, или голов каких-то, да, а вот прям целиком какими-то фигурами, да, и какими-то персонажами, более того, то, как эти персонажи себя ведут, то, что они делают, то, в каких позах они находятся, не имеет никакого значения, главное сам персонаж, вот он будет именно иероглиф, да, и самое главное, что типа, ну, вот условно, да, вот эпиграфисты, они быстро понимают, что вот этот текст, который кажется таким сложным, да, является всего-то навсего датой, да, там, типа, 9-400-летий, там, 15-20-летий, там, и так далее, вот, и при этом вот это, вот это воплощение, то есть это у нас Искапана, да, это у нас Алтарис Киригуа, и вот если мы посмотрим, то вот это, например, да, совершенно категорически не похожее, но вот это, тем не менее, означает одно и то же, потому что здесь тот самый близнец, который, один из богов близнецов, который у нас цифра 9, да, он взаимодействует с птичкой, которая является воплощением 400 лет, вот, и, конечно же, понимаете, вот это тоже может быть любопытным, вот, я бы даже сказал, что вот эти вот все полнофигурные знаки, они могут быть тоже любопытными с точки зрения изучения, да, потому что, то есть здесь как раз мы-то, когда читаем текст, мы понимаем только, ну, конкретное чтение, да, вот если это бог-близнец, да, то у нас, соответственно, это девятка, да, потом вот эта птица 400-летий, да, и все, это 9 400-летий, казалось бы, нам ничего не надо больше знать, да, но мы, тем не менее, можем посмотреть на то, как они изображены, на то, в каком, в какой позе они сидят, да, вот в данном случае этот близнец, он конкретно четко несет эту птицу, потому что у него вот это вот, знаменитые, да, вот эти повязки носильщиков, да, которые они прикрепляли к головам, вот, причем несет и в то же время сидит, да, любопытно, вот, это тоже моменты, на которые приятно иногда посмотреть, да, которые требуют отдельного, наверное, изучения, потому что, ну, в основном, я говорю, когда мы там исследуем какую-нибудь политическую историю или что-нибудь такое, да, как мы просто считаем эту дату и идем дальше, да, ну, то есть, восхищаемся там, как это красиво, не обращая, наверное, особого внимания на то, как тут все изображено и почему-то, вот, ну, полуфигурные знаки еще также могут быть не только связаны с датами, да, и вот это тот момент, который я бы хотел показать, но это такая довольно любопытная, любопытный такой монумент из Капана, в котором у нас именно вот эти знаки, которые сейчас выделены на экране, они являются майяскими, а те, которые рядом с ними, это такая стилизация под теотиураканские знаки, при том, что, судя по всему, это псевдо-иероглифы, и эта стилизация ничего не означает, хотя вроде бы как это должно быть, типа, вообще чуть ли не билингва, да, то есть, как бы, они написали одновременно именно там и по-теотиуракански, да, и по-маяски, только проблема в том, что мы с теотиураканским письмом, ну, хоть в какой-то степени более-менее знакомы, понятное дело, что оно далеко не так хорошо разработано и не так хорошо, не так много примеров у нас есть, как в маяском письме, да, но, тем не менее, понимаем, что, судя по всему, это все фигня, да, это просто вот копанцы вот решили так вот, типа, вот показать, изобразить, типа, мы пишем и так, и так, вот, но самое главное, собственно, что? Самое главное то, что здесь вот эти вот два квадратика, которые я выделил, да, это, собственно, имена, имена капанских правителей, и они сами по себе имена, это вообще у нас будет тема, конкретно посвященная намастике, потому что намастика, как ни странно, маяская, да, является тоже важным источником по религии и по мифологии, да, потому что очень часто имя, оно могло отражать какое-то качество либо какое-то действие, связанное с конкретным божеством, да, и, ну, вот, яркий пример здесь, вот, мы видим, например, сидящего бога Маиса, потом сидящего бога смерти, на самом деле, это цифра 8 и цифра 10, это цифра 18, потом мы видим крысу, вот эту знаменитую крысу Гофера, которая является с выговорным знаком Ба, вот, и божество Кавиль, про которого вы узнаете во время, очевидно, ну, в том числе, про время вашего домашнего задания на следующий семинар, это бог Агря, бог власти, бог Волни в какой-то степени, скорее всего, да, и вообще все это имя читается, как по шаклаху, ну, бах, Кавиль, то есть 18-ти головой Кавиль, да, и 18-ти ликий даже Кавиль, и это очень интересное совмещение, судя по всему, теротиаканской, майярской традиции, да, потому что мы знаем, что в Теротиакане было такое божество, как 18-ти ликий змей, вот, и даже у нас есть цари, которых так и звали, майярские цари, вот, но потом, соответственно, эта некоторая модернизация произошла, когда вместо змея появился чисто майярский бог Кавиль, вот, тут не то, чтобы многое нам говорит о том, что он нам сделал, это просто, ну, то есть это просто вот такое имя, 18-ти ликий Кавиль, а вот это уже другой правитель, здесь записано, как Хоплах Чан Кавиль, это тоже связано с божеством Кавиль, да, и здесь, на самом деле, судя по всему, это та категория имен, которая у нас относится к описанию, возможно, каких-то, ну, как мы подозреваем, в том числе с Альбертом Шадчим, да, мы подозреваем, что это является через описание действия бога в небе, я сейчас объясню, почему, да, здесь описывается природное явление, а именно молния, потому что дословно это имя мы можем перевести как что-то типа, «Огонь – это бог Кавиль жжет или сжигает что-то в небе», да, и, то есть, в данной категории имен, а вообще таких категорий имен достаточно много, да, то есть, которые начинаются со слова «огонь», да, и которые характеризуют огонь, ну, не почему описывалась молния, да, то есть, вот таким образом они описывали молнию, но самое главное, что мы понимаем, что это конкретно передает действия бога на небе, вот, и еще очень круто по этим именам можно четко проследить, какие боги вообще могли быть на небе, а какие нет, потому что в нашем понимании, наверное, как бы любой бог может быть на небе, да, но нет, далеко не все боги, да, типа, не знаю, Кавиль, Чак, Йопат, да, там боги, которые так или иначе там связаны с огнем, с молнией, с дождем, с громом, там, и так далее, да, как бы они могут быть в небе, вот, или киничь, солнечное божество может быть в небе, а какие-то другие божества в небе быть не могут. Ну, этот слайд я, в принципе, показывал, это обычно просто задает вопрос, а как мы, собственно, все это читаем, и есть ли вообще, как поняли, как читается тот или иной знак, и тут, конечно, надо читать отдельную лекцию, вот, просто важно сказать, что языки майя, они никуда не делись, ну, по крайней мере, их хорошее, такое, доброе число, они живы до сих пор, конечно, в разной степени бодрости на них разговаривают, вот, но, так или иначе, изучение языков майя позволяет, соответственно, сделать некоторые реконструкции, в том числе и на классический, как бы, майя иероглифический, вот, поэтому мы очень хорошо, у нас есть, в том числе иероглифическая база под это чтение, вот, соответственно, на этот блок я заканчиваю, то есть это был такой экскурс в иероглифическую письменность. Следующим блоком, конечно же, я не могу не сказать хотя бы пару слов, потому что, ну, вот это я вообще очень люблю лекции, в целом читать, да, это, конечно же, про календарь, знаменитый, соответственно, календарь майя, который у нас, к сожалению, имеет такую, скажем так, славу, не совсем ту, которую он реально заслуживает, да, потому что люди, которые не знакомы с письменностью и вообще с культурой древних майя, да, но они точно слышали про календарь в связи с 2012 годом, да, они искренне считают, что календарь это какое-то живое воплощение, что это, грубо говоря, какой-то камень, по которому можно понять, там, я не знаю, день недели, число месяца, да, причем в качестве этого камня выступает не майяский алтарь, да, камень солнца знаменитый, астекский, который с календарем хоть и связан, но к мае не имеет точно никакого отношения, в общем, да, тут надо помнить, что, да, важный пункт в том, что календарь это система летосчисления, да, это именно система, ма, то есть у нас, на какой-то момент на лекциях спросили, типа, а где же, если это не календарь мая, где же тогда календарь мая, да вот он везде, вот вы сейчас смотрите в том числе на многие воплощения календаря мая, просто календарь, это, ну, понятное дело, что здесь, на этом семинаре, я думаю, что аудитории не надо долго рассказывать о том, что календарь, календарик, это разные вещи, вот, но так или иначе, в общем, да, календарь системы летосчисления связан с наблюдением за небесными телами, с наблюдением за небесными телами в древних майях было все более чем хорошо, вот, и присутствующий здесь Ян Саныч, как раз-таки, вот, сейчас активно занимается изучением вопроса движения и вообще наблюдениями древних майях за Луной, потому что там все очень сложно, и не всегда эпиграфистам понятно, только математики смогут разобраться, вот, но так или иначе, значит, смотрите, когда мы говорим про вот текст майя, про календарь майя, вот я вам сейчас вот оставил ту информацию, которая в тексте является календарной, в общем, по-хорошему это в районе 50%, да, то есть, вы понимаете, это супер-супер важно понимать, что панелька небольшая, на ней умещается немного иероглифических блоков, и тем не менее, те, кто вырезали эту панель, те, кто наносили эту иероглифическую надпись, они столько места уделяли календарным записям, да, то есть, это показывает ту степень важности вообще взаимодействия древних майя со временем, ну, а там, где время, там, соответственно, и все сверхъестественное, конечно же, и самое главное, что, да, древние майя вообще очень любили делать какие-то привязки и отсылки к тем временам и эпохам, которых их и в помине не было, и, грубо говоря, и в помине не будет, потому что там есть, условно, там отсылки на четвертое тысячелетие до новой эры, когда рассказывается именно про богов, про то, как они там действуют, да, а есть отсылки, собственно, в 2012 год, да, и мы понимаем, что в 2019 году древних майя уже, соответственно, не было, вот, тем не менее, человек потратил усилия, чтобы написать и чтобы сделать эту отсылку, да, то есть, потому что, вот, важно было, то есть, вот это позиционирование всего во времени, да, то есть, как бы, какое, важно было, какое конкретно событие привязывать к этому, да, и вообще, в этом смысле все очень интересно, ну, и, естественно, когда мы говорим календарь, мы подразумеваем, что здесь вообще достаточно много календарных систем, совершенно разных, да, и мы, наверное, в них подробно разбираться не будем, но важно упомянуть, что они существуют, да, тут и линейная система подсчета дней, конкретных дат, да, то есть, это вот так называемый дом еще здесь и циклические всякие разные системы, наподобие наших недель или наших месяцев, да, то есть, в общем, вообще, будем откровенны, календарь, он так или иначе все равно будет все, если мы сравним разные календари, конечно, у них там будут свои особенности очень интересные, вот, и я бы даже сказал, какие-то, может быть, даже необычные особенности могут встречаться в разных культурах, но в целом, поскольку солнышко одинаково встает и садится как для древнего мая, так и для, не знаю, меня, вот, и поскольку луна примерно так же движется, да, и, в общем-то, и сезоны сменяются, ну, это тоже, как понятное дело, для нас сезоны сменяются немножко иначе, чем для древних мая, тем не менее, это достаточно, чтобы понять, что они делают это с регулярностью где-то примерно в 365 дней, 5 часов и 50, по-моему, 7 минут, вот, вот, и, ну, то есть, вот это вот имение для всех, да, оно обеспечивает то, что каждая календарная система так или иначе будет похожа на другую, ну, с, естественно, разными уже своими особенностями, вот. Нас в данном случае, конечно, будет, скорее всего, интересовать то, что называется ЦОЛЬКИН, да, это то, что здесь выделено зелененьким цветом, это как раз та самая система, в которой присутствует карта уж дня, которую я вам показывал в качестве диократического знака, да, а почему это нас будет интересовать, потому что это тот календарь, та календарная система, которую заслуженно называют ритуальной или священной календарной системой древних мая, да, потому что вот она как раз, ну, если у нас, например, другой цикл, вот, назовем, ХАП, непосредственно связан с Солнцем, да, то есть вот с чем связан цикл 260 дней, мы по наблюдению за небом понять физически не можем, и, скорее всего, на небо в этот момент смотреть совершенно необязательно, то есть это уже связано с некоторыми представлениями микрологического ритуального характера, да, то есть вот так вот. И, да, ну, это в данном случае не столь важная в данном случае информация, пропущу ее, и теперь, наверное, хочется, когда я вас более-менее, пусть и бегло, пусть и, может быть, немножечко сумбурно, но так или иначе познакомился тем, что такое письменность мая, как она выглядит, как она нам может помочь в раскрытии нашей темы, там, и так далее, теперь вы должны понять, а, собственно, где эта письменность, где мы ее будем видеть, где вы, с чем мы будем работать, с чем мы будем иметь дело. И, как я уже отметил, да, то есть с чем бы мы не работали, у нас всегда будет о чем поговорить с точки зрения мифологии или какой-то ритуальной деятельности, потому что, собственно, эти надписи, конечно же, они полны этой информации. Другое дело, что эта информация, к сожалению, не прямая. Нет у нас текста, вот, например, там на монументе какому-нибудь, да, который бы там четко, подробно и ясно там рассказывал там про деятельность какого-нибудь бога, да, хотя в то же время есть, вот, Дарья Сергеевна Сикачева не даст соврать, да, в Поленке как раз-таки с этим получше. Там они потратили определенные усилия для того, чтобы, соответственно, описать некоторые важные детали, но, опять же, вот так, чтобы мы там какой-то мифологический сюжет, связанный с конкретным божеством, понимали целиком, такого, к сожалению, нет. Вот, ну и давайте пробежимся по каким-то основным видам надписей, да, то есть вообще, в первую очередь, это, конечно, монументальные надписи, да, то есть это то большое счастье, которое мы, эпиграфисты, связанные с Древними Майя, да, имеем, потому что то, что Древние Майя писали и вообще, ну, то есть оставляли свои надписи в камне, это большое счастье, да, потому что, если бы они это не делали, то бумажные тексты до нас бы, конечно, в таком количестве не дошли, хотя бы даже потому, что они до нас в таком количестве не дошли, вот. А мы прекрасно понимаем, что тысячи и тысячи текстов, да, то есть огромное количество текстов Майя, намного больше, чем у нас сейчас имеется, в виде, там, монументов на псинокерамике и так далее, вот, они были написаны на бумаге, да, и мы, ну, в общем, ближе к завершению, я, соответственно, скажу, сколько у нас осталось всего, вот. И первым видом монументов, да, которые, собственно, нас будут привлекать, это, конечно же, являются стеллы, вот, то есть такие довольно большие, ну, они, опять же, они бывали совершенно разных размеров, да, то есть это стеллы, на них, как правило, изображался правитель, на них наносилась надпись, которая так или иначе была с ним связана, с этим правителем, и, конечно же, он обязательно говорил в честь, какого события стелла поставлена, зачастую это было просто календарное событие, вот, но это для сравнения, то есть вот от древности, то есть это вот надпись у нас, скорее всего, конца третьего века, да, и начала четвертого, соответственно, тогда стеллочки были маленькие, да, а потом, вот, были цари, которые ни в чем себе не отказывали, и в данном случае даже понятно почему, маленькое царство, которое, то есть в данном случае вы видите фотографии из археологического памятника Киригуа в Гватемале и работы нашего проекта эпиграфический атлас Петена, и вот эта вот стелла Е из Киригуа является самой большой стеллой в мире майя, да, вот Дмитрий Дмитриевич Беляев, который является самым большим майонистом в российской эпиграфике, да, как бы, и вот для масштаба, вот, вы понимаете, что это действительно большой монумент, и я начал рассказывать о том, что Киригуа в древности, да, соответственно, всегда был там вассалом недалеко находящегося Капана, но тем не менее, вот нашелся правитель, которого звали Кахтелиучан Йопат, это как раз-таки, да, тоже имя, которое описывает нам то, что делает бог Йопат в небе, вот, вот, он совершил восстание, отрубил голову своему хюзерену, да, и, в общем, стал править самостоятельно, да, ну, и тут явно, как бы, комплексы сыграли явно свою роль, да, потому что, ну, вот, как бы, был когда-то обычным бассальным царем, да, теперь вот я ставлю самые большие монументы в мире майя, вот, так что, да, совершенно разные вещи есть, но даже если вернуться к этому слайду, то, вот, понимаете, помимо самих надписей, которые, в которых мы можем увидеть какую-то там религиозную составляющую, да, ну, как вы уже догадались, там, в именах, например, да, или просто непосредственно там какие-то боги могут поминаться. Вот у нас есть изображение правителей, в данном случае это стало 11 из города Доспилос, из археологического памятника Доспилос, вот, это правитель Бахлахчан Кавиль, которого тоже назвали, соответственно, его имя точно так же описывает, что, вот, как бог Кавиль бьет молотом на небе, вот, и самое любопытное, что, вот, казалось бы, несмотря на то, что он изображен здесь вполне себе, там, типа, со щитом, с чем-то наподобие копья, или, ну, может быть, даже в данном случае не совсем копья, но, тем не менее, мы по иконографии, которая у него за спиной, мы понимаем, что он, по-моему, все прочее, еще изображен в виде, в костюме молодого бога Маиса, который танцует в мифологическом месте Мутуль, от которого, судя по всему, по представлению древних майя, потом и перешло, этот топоним дал название царству Мутуль, которому, собственно, предвижен Бахлахчан Кавиль. То есть, понимаете, да, то есть, казалось бы, просто изображение царя, но, тем не менее, здесь есть четкий иконографический код, который непосредственно связывает, я, кстати, покажу еще этого молодого бога Маиса, который связывает, соответственно, этого правителя с некой такой вот культурной, да, мифологической традицией. В продолжении темы вплетения каких-то разных вещей, связанных с, ну, в общем-то, как с историей, с династической историей, да, так и с мифологической традицией, да, вот это очень яркий пример, знаменитый стал 31 из Текаля, ее иконография довольно сложная, вот тут, я думаю, что непривыкший глаз к вот Маисской иконографии не сразу даже может различить, что вот это там голова, вот эта рука, которая что-то держит, вот эта вторая рука, которая держит вот этот вот предмет, такой цепеподобный, с свисающими, вот, и здесь иконография настолько сложна, здесь столько всего вплетено, но вот в качестве самых ярких примеров, вот я выделил вам следующий момент, да, то есть смотрите, этого товарища непосредственно, его зовут Яхчан Кавиль, был рожден в небе бог Кавиль, да, так его звали, вот, вот, и его имя, вот вы можете увидеть, вот так оно написано в текстах, да, и вот так оно вплетено сюда в иконографию, то есть по сути перед нами не текст, перед нами изображение царя, но его имя так или иначе все равно является частью, соответственно, этого изображения. Над Яхчан Кавиль присутствует другой человек, в данном случае он смотрит на него вниз, вот, если вы обратите внимание, вот глаз, вот нос, вот у него рот закрыт рукой, да, вот его вторая рука, и у него тоже вписано его имя в головной двор, мы понимаем, что это его отец, Нун-Я-Шахин, и, соответственно, он смотрит на него сверху, это нормальная история, особенно для Тикаля, отцы и предки очень часто смотрят на царей сверху, вот в таком изображении, да, но самое любопытное, что здесь еще и третье имя, которое относится именно к генерастической истории Тикаля, то есть вот здесь, над ушной вставкой Яхчан Кавиля, мы видим имя Яш-Эп-Шок, то есть имя основателя династии, которая еще там во второй век уходит, эта история с ним связанная, да, новой эры, и, то есть у нас мы видим четкий код, такой показывающий, что здесь есть и основатель, самый первый династии, да, во всей этой истории, и сам царь, который отвечает за эту стелу, да, вот он здесь изображен, и его отец-предок, да, смотрящий сверху, вот, но самое главное, что, помимо всего прочего, отец, конечно же, здесь переклетается с змигой, и змеей у нас очень часто будет, вот, опять же, Андрей Жаванков, который сейчас занимается дешчеланскими монументами, и в том числе ритуалами, изображенными на их человеческих монументах, не даст соврать, что очень часто через змей, да, соответственно, изображалось пришествие тех или иных предков, да, которым там какие-то, которых вызывают, призывают посредством каких-то ритуалов, да, то есть это все происходит через змей. В данном случае у нас эта змея, она вот вылезает из этого самого изображения Яштанахина, этого отца, да, и любопытно, что если в данном случае мы имели дело с историческим основательным династией, то есть с реальным вполне себе человеком, то вот здесь из пасти этой змеи вылезает точно так же сочетание иероглифов, это знаменитый Исаак Хишмут, любимец Никита Чапеляева, да, это божество на самом деле, белый птицы-ягуар, вот так его звали, он является, наверное, именно мифологическим основателем итикаля, итикальской династии, там и так далее, то есть это главный бог, главный бог-патрон итикаля, понимаете, да, и это я вам только самый главный дал моменты, которые мы можем вот в таких вот вещах распознать, то есть вы понимаете, да, что для того, чтобы вот это все поймалось, да, конечно же, нужно очень долго, пристально, четко вглядываться во все эти детали, да, и еще и понимать, что к чему относятся, там и так далее. А второй вид монументов, с которыми мы будем иметь дело, это, конечно же, алтари, тут я думаю лишний раз ничего про связь с мифологией и ритуальной деятельностью лишний раз говорить ничего не надо, конечно же, это все связано, тут одним только понятием того, что алтарь мог называться термином тарелка, я думаю, что становится понятно, что да, это не значит, что с этого алтаря кушали люди, да, понятное дело, что посредством каких бы то ни было жертвоприношений, да, с этого алтаря кушали боги, вот, и там информация могла совершенно разная достаняться, да, в общем, в данном случае тоже важнейший источник для нас, и опять же, я не говорю о том, что у нас обязательно будут там представлены все эти виды, да, я просто вас знакомлю с теми самыми видами источниками, которыми мы можем столкнуться, это, конечно же, настенные панели, и, ну, с панели «Один злокороны» мы уже более-менее познакомились, да, и там я, как я уже сказал, это вот она, извините, перещёлкиваю, чтобы понять, что у меня там дальше, да, конечно же, нам тут надо сказать, что да, текст, конечно, сообщает про вполне себе исторические события, да, вот этот вот персонаж, который здесь изображён, это только одна из половинок, на самом деле, этой панели, там есть вторая такая зеркальная панель, тоже продолжение текста, и здесь рассказывается про то, как он там пошёл к своему сюзерену, они там прошли важный ритуал такой, скорее всего, связанный с ритуалом перехода инициационным у нас вот совершенствующим давлядшим скоро, в конце декабря статья как раз про него должна выйти, вот, и, то есть, потом он говорит про то, про то, как он стал правителем своего города Сакникте, да, там и так далее, то есть, в общем-то, вполне себе историческая информация, но она очень плотно переплетается с металлогической, во-первых, центральным событием всё равно является освещение и постройка конкретно этого храма, в котором была найдена эта панель. Храм является спальней, дословно, да, какого-то конкретного бога, в данном случае он здесь тоже упоминается. Потом рассказывается про то, как его папа, папа вот этого персонажа, да, построил три других храма, посвящённые трем божествам, про которых я вам уже, про двух из которых я вам рассказывал, здесь они у нас представлены, да, так называемая триада божеств, то есть, практически у каждого города была триада богов-покровителей, и впервые это поймалось в Поленке, да, знаменитый триад богов в Поленке, и все эти триады, да, они были так или иначе, то есть, это главные боги, которые поклонялись, в данном случае вот папа этого человека, да, он ставит храм, посвящённый каждому из этих богов, да, то есть, совершенно потрясающая история. Или вот тоже очень известная панель из древнего, ну, она происходит из археологического памятника Канкуэн, правда, археологического контекста мы не знаем, мы знаем, что её тут украли и вывезли грабители, да, в общем, сейчас она в частной коллекции, точнее, ну, да, то есть, в фонде Рута Майя находится, вот, но она как раз рассказывает про историю вот этого самого Канкуэна, про то, как здесь, соответственно, как они, в принципе, люди, определённый царь, соответственно, перенёс туда свою царскую резиденцию, как он прибыл в это живописное место, и всё так здорово, вот, и потом снова рассказывается, что, типа, следующий царь после него, он всё делает правильно, он почитает правильных божеств, они перечисляются эти боги, как они делают, что, к сожалению, не всё у нас, понятно, что они делают и как, но самое главное, что информация про богов здесь как раз подробно освещена, да, то есть, мы понимаем, что это такая история о том, а тут, на самом деле, вот, на одной такой вот этой панельке, в общем-то, 150 лет истории фактически, да, то есть, это ставит уже достаточно поздний царь, Тахаль Чанак, вот, и он рассказывает про то, как его предки, соответственно, сюда приехали, и про то, как они всё правильно сделали с точки зрения взаимодействия с богами, да, и как они всё, всех вложили, всё, значит, все ритуалы прошли правильно и хорошо. Извините, буду проскакивать, да, потому что, на самом деле, всё одно всё хотел сказать, что ещё существуют такие потрясающие монументы, как реглифические лестницы, которые, на самом деле, являются важнейшим источником, как ни странно, именно военной истории, то есть, у нас как-то так получилось, что на реглифических лестницах, как правило, присутствует военный нарратив, а военный нарратив, мы про это тоже будем говорить, я даже думаю, что мы будем давать про это отдельный семинар, мы дадим несколько надписей, чтобы вы поняли, как через богов, то есть, на самом деле, как через богов этот военный нарратив освещается, да, иногда создаётся впечатление, вот, когда я тут при подготовке своей диссертации проанализировал «Алтар-21» из города Караколь, да, и узнал, благодаря там трёхмерной документации, увидел многие новые детали надписи и понял, в каком ключе освещаются военные события, да, то я даже, когда написал об этом письмо, то я его так и заглавил «Война богов», потому что, собственно, риторика военная, да, она была в то время такова, что её могли освещать именно через богов, да, ну, я сказал про алтарь, да, на самом деле у нас есть и сейчас мы говорим с вами про иероглифические лестницы, вот эта знаменитая иероглифическая лестница с очень любопытной историей, да, сейчас мы, наверное, на ней остановиться не будем, вот, и что любопытно, на иероглифических лестницах помимо военного какого-то нарратива, да, у нас, соответственно, очень часто встречается нарратив, связанный с игрой в мяч. Игра в мяч очень важная тоже культурная такая особенность вообще всеми из Америки, Майя в частности, вот, и мы, на самом деле, по тексту Майя хорошо видим, что, играя в мяч, они пытались таким образом себе набить дополнительную удачу при будущих столкновениях, то есть, грубо говоря, у нас поймалось несколько очень хороших примеров того, как игра в мяч происходит, ну, грубо говоря, за пару-тройку месяцев до каких-то важных сражений. Ну, то, что это были важные сражения, мы узнаем уже, естественно, постфактум, точнее, мы об этом узнали, они об этом не знали, да, но, видимо, перед каждым каким-то военным походом, да, соответственно, поиграть в мяч, это было, причем не непосредственно накануне, а так прилично заранее, судя по всему, это должно было быть несколько. И, конечно, играя в мяч, они точно так же участвовали в репрезентации каких-то, возможно, даже мифологических сюжетов, и в том числе имперсонировали каких-то бажей. Вот. Есть шанс, что игра в мяч происходила не обязательно на стадионах для игры в мяч, а, возможно, она иногда происходила, и в том числе и на этих лестницах, ну, об этом, по крайней мере, можно говорить, но пока с очень-очень большой долей осторожности, вот, потому что, ну, как бы, таким образом становится понятно, почему, фактически, в нарратив этих надписей и реглифических лестниц, он так или иначе с этим связан. А, конечно же, да, очень интересный вид источника монументального – это надписи на храмах. Ну, будем честны, я вам показываю, в общем, два из двух относительно больших текстов на храмах, чтобы понять, да, как бы, для сравнения, вот, ваш покорный слуга там находится рядом с этой надписью, да, и вот надпись она шла вот здесь, вот, иероглифы, они достаточно большие, мы просто в 2014 году ее документировали, но что примечательно, ровно вот этот текст, ровно вот эта вот самая панель, да, она вообще говорит исключительно о металлогических временах, и она как раз говорит про того самого белого птица Ягуара Декальского, про его деятельность, там еще есть над чем поработать, есть над чем, на самом деле, подумать в плане этих надписей, потому что текст, естественно, сохранился не в идеальном состоянии, но, тем не менее, в общем, такой монумент тоже есть, вот этот вот как раз в 2014 году с Шилиппом Сергеевичем Галеевым, которого вы видите вот здесь, его документируют, то есть готовимся ночью снимать это все, фотографируем все со спички. Ну, и мы, на самом деле, то есть вот про монументы я поговорил, с них, конечно, надо было всегда начинать, потому что мы как раз всегда в первую очередь работаем именно с монументами, да, но, на самом деле, тут важно понять, что, конечно, мы с вами движемся к тем источникам, которые непосредственно у нас будут для нас суперважны, да, и, конечно же, это керамика, да, надписи на керамике, мы с ними будем работать вот в таких вот развертках, а керамические сосуды, я думаю, что это, в принципе, универсально для многих грех культур содержали огромное количество изображений, связанных с богами, с мифологическими сюжетами, с какими-то, соответственно, сверхъестественными существами, вот перед вами, например, вазы, которые показывают большое количество разных, так называемых, духов-спутников, их называют вай, да, на языке майя, да, и, на самом деле, и вот вазы с ваями, да, они очень широко представлены у нас в источниках, в том смысле, что мы достаточно большое количество их имеем, и, как правило, там есть подписи, и мы, на самом деле, тоже, мы планировали с Альбертом Шадчим, ну, во-первых, дать вам и статейку, грюба, и нам почитать про этих ваев, и в то же время дать вам эти сосуды, и попробовать, чтобы вы в них попробовали поковыряться в этих сосудах, понять, что-то в этих изображениях, да, и в том числе, соответственно, задать правильные вопросы с точки зрения надписей, когда они там встречаются, да. Вот, кстати говоря, я вам обещал показать танцующего бога Маиса, да, в разных местах, мы понимаем, вот, ну, у нас тоже целая серия вас с этим металлогическим сюжетом есть, да, и с подписями и так далее, вот, он танцует в разных местах, и в разных местах вот этот спинной его костюм, да, он отличается и по животному, которое здесь, соответственно, находится и сидит, да, и по топонему, где он танцует, в общем, там тоже совершенно потрясающие вещи есть. Среди керамических изделий, естественно, тарелки, на тарелках тоже вполне себе божества у нас представлены, и как раз я говорю, вот, в очередной раз повторюсь, про эти какие-то, вот, какие-то отдельные мелкие детали, да, могут всплыть за счет вот этих вот изображений на керамике, да, но при этом все равно общей картины может не получиться. То есть у вас перед вами, я не знаю, там, нарезка из, там, пяти-десяти секунд какого-нибудь красочного мультфильма про, там, я не знаю, мифологический сюжет или фильма, как хотите, да, вот, и кроме этих пяти-десяти секунд, вы, в общем-то, как бы остальное, остальное вы можете поймать только тогда, когда вы находите другую вставку, да, или, там, соответственно, другую отсылку на другом каком-то сосуде, вот, далеко не всегда это все складывается в единую картину, но это не значит, что совершенно, что с этим не нужно работать, и это, конечно же, не значит, что это неинтересно. Это очень интересные моменты, которые здесь появляются, и здесь как раз на таких вот сосудах у нас появляется там прямая речь, мы, на самом деле, четко понимаем, как там они все вот это, как это, почему я сказал 5-10 секунд, потому что все-таки, опять же, у нас не просто момент какой-то, да, а там фраза какая-то сказана, да, там какие-то действия происходят в той или иной степени, вот, и вот то, чем та Синопольская как раз занимается, вот мы недавно обсуждали сюжет, да, про то, как, я думаю, да, здесь не вставлено, это сюжет про то, как разные звери приходят к верховному богу и самку Каху, вот, и получают задание на то, что им нужно принести там разные изделия из маиса, там типа тамалии, в общем-то, эти паровые пирожки кукурузные, да, соответственно, там атолли, пинолли, в общем, разные напитки мои свои, то есть они получают какие-то задания, и за что получают в ответ какие-то разные атрибуты важные для них, да, там, типа, ну, например, олень получает рога, там, и все такое прочее, вот. Я специально не буду сейчас много про это говорить, потому что мы все-таки, наверное, с этим, может быть, еще поработаем, да, и попробуем с вами там в том числе и написать попытаться почитать, да, и понять, чем, ну, вообще, какие еще возможные, да, воплощения этот сюжет получать. Здесь я, наверное, тоже проскочу, я просто хотел вам показать разные другие предметы мелкой пластики, помимо керамики, это, соответственно, могут быть кости, раковины, это могут быть изделия из жада, как правило, они выглядят в виде вот таких вот кельтиков небольших, которые висели, вот вы видите, в изображении, это вот стела 5 из археологического променника Элисапоты, а здесь изображена правительница, и у нее на поясе висят вот эти вот кельтики, и вот они с дырочками, как вы видите, и самое забавное, что на некоторых из них бывает такая, что, типа, надпись, надпись гласит, что это является музыкальным инструментом, и совершенно понятно, почему, потому что они, когда идут, они так звенят и, в общем, сдают звук, вот, ну и, наконец-то, мы приходим к, наверное, важному, да, как бы, самому важному в какой-то степени источнику, да, потому что, в общем-то, как Альберт Решатович Давлетшин, со-руководителя этого семинара, четко высказался, наверное, кодексы, то есть, если у нас основной корпус надписей, да, это классический период, история моя, да, то есть, это, там, третий век-десятый век, начало десятого века, новой эры, да, это вот то, что мы только что посмотрели, да, но мы знаем прекрасно, что подавляющее большинство текстов Древних Майя было написано на бумаге, драматизм заключается в том, что до нас дошло всего четыре таких рукописей, да, это вот знаменитая Дрезденская, она сейчас у вас перед глазами, и мы с ней будем активно работать, и также Мадридская, Парижская, и Мексиканский кодекс, так как его сейчас называют, либо в прошлом мы называли кодекс Гролье, вот, а драматизм этот, он понятен, к сожалению, вот эти надписи, то есть там даже не столько испанцы, да, как бы повлияли на то, что до нас это плохо дошло, сколько тот факт, что, ну, в общем, климат не позволял этому всему адекватно как-то сохраняться, и это большая беда, потому что мы понимаем, ну, то есть будем откровенны, все, что мы видим в монументальных надписях, все, что мы видим на керамике, это в той или иной степени отражение разных кодексов. Конечно же, все эти мифологические сюжеты были представлены изначально в книгах, и, конечно же, они были представлены намного более подробно, и когда там, типа, царь решает там отразить какой-нибудь мифологический сюжет на базе, который будет ему принадлежать, да, то есть он, соответственно, четко берет, там, правильный человек берет книгу, правильный человек берет из этой книги материал, да, и переносит его на керамику, да, то есть мы, на самом деле, о классических кодексах-то судить можем, исходя из того, что написано и на керамике, да, и в монументах, и, но, конечно, к сожалению, непосредственно их у нас нет, но те кодексы, которые в нашем предпрежении присутствуют, это все, так называемый, постклассический период, то есть это уже между X веком и приходом испанцев, да, и здесь, наверное, как Альберт Аршадьевич выразился, надо сказать, что это кодексы, которые у нас есть, это единственный первичный источник религии Мая, потому что здесь как раз непосредственно все связано с богами, здесь все связано, ну, конечно же, здесь все связано еще и с небес, вот, например, вот эти конкретно страницы, они вообще посвящены тому, как Менера ходит по небу, но даже это отражено через разные предсказания, предзнаменования, связанные с богами, это отражено через названия не до конца нам понятные, которые здесь встречаются и которые, возможно, относятся к разному роду созвездиям, вот, и это все так или иначе имеет какую-то божественную подоплеку, вот, ну, здесь следует сказать, что по-личному это очень забавно, Надежда, если что, я, например, лично так не считаю, мне кажется, что в этом ничего такого особого не было, но Альберт Аршадьевич страшно расстроился, когда у нас в качестве фона к нашему, значит, семинару был представлен Мадридский кодекс, потому что Альберт Аршадьевич его терпеть не может, он искренне считает, что это вообще не документ, и работать с ним не надо, он, кстати, я не до конца согласен, другое дело, что такое Мадридский кодекс, это, судя по всему, книжка, которая была очень плохой копией с очень плохой копией, и вот сколько таких шагов было до этого, мы не понимаем, то есть там вроде бы все более-менее как бы поддается тем самым законом иерографических мая, которые нам понятны, но тем не менее, на самом деле, Но это приглашение добраться до сути, знаете, к нам. Да, 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 в общем, потому что он, сейчас четко сказали, Мадрид мы не будем даже брать, ну это ладно, это как бы хозяин барин, мы в этом смысле даже не будем, я не буду с ним даже спорить, но тем не менее, все, все люди, которые так или иначе пытались работать и дешифровкой, там, и Юрий Валентинович, там, и так далее, они работали не только с Дрэддомом, но и с Мадридом, в том числе, и с Парижем, Парижский кодекс, он намного лучше в этом смысле, единственная его, как бы, вот такая отрицательная особенность, то, что он в такой сохранности, дело в том, что это бумажные листы, сделанные, соответственно, из смеси вот этого вот фикуса Амата, из которого делалась бумага, да, и на них тонким шлоем и клалась штукатурочками, которые уже писали, и вот здесь вот эта штукатурочка, она поотпадала, да, поэтому вот страницы Парижского кодекса, к сожалению, у нас в таком вот плохом виде, да, поэтому самый главный кодекс, с которым мы будем работать, да, это именно Дрэзнский, поскольку он от Юрвитич был на кадре, да, ему мы в первую очередь будем благодарны каждой семинар за то, что мы вообще с этим работаем, за то, что мы это все изучаем и за то, что именно мы это изучаем, я имею в виду, сейчас вот в России у нас семинар русскоязычный, когда мы можем, соответственно, это настолько серьезно об этом говорить, да, потому что, собственно, если бы ни к Норозу, никакой школы бы не было, да, и непонятно, возникла бы она или нет, вот, а поскольку был к Норозу, то и школа возникла, и поэтому, собственно, мы, я лично страшно по этому поводу рад, потому что, в общем, у меня есть такая возможность, потому что, по моему личному, сугубо личному мнению, нет, в принципе, ничего круче древних маяров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok